Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачаева-Черкесия. Вот что мы расскажем в нашем выпуске. Народы Карачаева-Черкесии и Ингушетии связывают давние и прочные добрые отношения. Сегодня Братская Республика принимает поздравления с Днем Образования. Прошедший на прошлой неделе Град нанес урон ряду населенных пунктов республики. О последствиях стихии в Хабиевском районе и подчете ущерба – репортаж Вестей. Важно поддерживать и развивать молодое поколение. Об этом и не только говорили на мероприятии, посвященном открытию Года молодежи в Карачаево-Черкесии. Концертные программы «Вкусная еда», развлекательные мероприятия и различные конкурсы. В Карачаево-Черкесии стартовал сезон детских лагерей. Сегодня Ингушетия отмечает 32 года со дня образования республики. От имени многонационального народа Карачаева-Черкесии и от себя лично глава республики Рашид Тимрезов поздравил главу Ингушетии Махмуд Али Калиматова и всех жителей с праздником. За эти годы, благодаря поддержке президента России и самоотверженному труду многонационального народа республики, Ингушетия прошла очень активный этап развития. Немало позитивных изменений удалось достичь в социально-экономической сфере. Построены и продолжают строиться новые объекты социального, культурного и промышленного назначения, инженерной и дорожной инфраструктуры. Быстрыми темпами идет развитие сельского хозяйства и туризма, ведется работа по улучшению жилищных условий жителей республики и многое другое. Народы Карачаева-Черкесии и Ингушетии связывают давние, прочные, добрые отношения. Глава республики Рашид Тимрезов выразил уверенность, что дружба будет только крепнуть, а впереди нас ждет много общих побед и достижений в составе нашей Родины России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Град был размером с куриное яйцо, которое буквально за какие-то 10-20 минут повредил практически у всех жителей аула Кошхабль. Все посевы, все огороды, сады, все, что можно было вырастить на приусадебских участках, практически 100% все повреждено. Алибек Кантемиров, глава Кошхабльского сельского поселения, каждый день с момента происшествия посещает домовладения, которые особенно сильно ощутили на себе силу природного явления. Жители с ними делятся заботами, обращаются за помощью в решении возникающих вопросов, связанных с оформлением документов. В настоящее время проводится работа по устранению, по вывозу мусора, проводится работа по сбору документации, по фиксации причиненного ущерба. Жителям аула Кошхабль оказывается всяческая помощь. Из решеченных грядом дома, поломанные заборы и опустошенные огороды – результат разрушительной силы прошедшей грозы с сопровождением штормового ветра и града. Перед натиском одинаково не справились шиферная кровля и профнастил. В самом эпицентре стихии оказались аулы Малый Зеленчук и Козыл-Юрт. По программе четыре домовладения, где были посажены сады, все побито. Кроме того, люди сами посадили деревья, очень много садов, все без остатка были поломаны. Про огороды я вообще слова не говорю, почему? Потому что ничего абсолютно не осталось. Мелкий рогатый скот, ориентировочно где-то 500 голов. Есть такие дворы, где 17-18 голов, ягнята в основном. Есть 10. Поэтому очень большой ущерб. Уборка после суровой погоды – это довольно тяжелая работа. В первую очередь энергетики хабейских райэлектросетей занялись восстановлением обрывов проводов, идущих непосредственно к домам потребителей. По мере необходимости заменили испорченные градом счетчики. На данный момент в районе действует комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которая осуществляет обходы и фиксирует ущерб. Также создано пять штабов, куда жители могут обратиться за помощью. Во всех населенных утром был создан оперативный штаб, куда люди могли обращаться, подавали заявление, и комиссия рассматривала любую жалобу, которую поступал в оперативный штаб. На сегодняшний день уже готовятся документы, акты заполняются, подписываются комиссиями, и дальше будем решать, оценивать ущерб уже будет правительство. В Хабейском районе продолжаются работы по устранению последствий. В первую очередь восстанавливают социально значимые объекты. В ближайшее время намечена реконструкция крыш учебных заведений. Фатима Дорова, Зарема Карданова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Мошенники начали красть деньги военнослужащих. Пострадавшими могут оказаться и их родственники. Легенда все та же – безопасные счета. Схема старая, но злоумышленники умело адаптируют существующие схемы под текущую ситуацию. На самом деле, никакого безопасного счета, конечно, нет. И деньги уходят мошенникам. Преступники используют разные сценарии, чтобы заполучить чешие средства. Но что бы они ни придумали, есть универсальный алгоритм действий. Сразу прекратить разговор и переписку с незнакомцем по поводу денег и ни под каким предлогом. Не переводить сбережения на неизвестные счета. А если собеседник представляется сотрудником какого-либо ведомства или банка, нужно узнать его фамилию и должность и перепроверить информацию. Сделать это можно, позвонив по номеру телефона, который представлен на официальном сайте организации. Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного удовольствия будет удержана единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Она причитается военным в соответствии с указом президента Российской Федерации. Причина этого удержания – дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции. Для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер копию выписки якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. Дальше мошенники действуют по следующему сценарию. Чтобы избежать списания денег и сохранить средства, они предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем обещают их вернуть. Однако, получив обманным путем деньги, телефонные аферисты исчезают. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии переменная облачность. В горах местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 13-18. В горах до плюс 12. Днем 29-34 градусов тепла. А местами до плюс 25. В Черкесске переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 5-10. Температура ночью 15-17. А днем 31-33 градусов тепла. Учащийся гимназии номер 19 Черкеска Дамир Миргородский стал победителем заключительного этапа научно-практической конференции в своей секции проекта «Курчатовские классы». Научно-исследовательский проект школьника был посвящен теме «Альтернативные источники энергии». Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил Дамира с победой, пожелал ему и всем ребятам дальнейших успехов, невероятных достижений. Заключительный этап научно-практической конференции школьников участников проекта «Курчатовские классы» прошел в филиале Московского городского дома учителя «Поведники». Мероприятие объединило 110 ребят-призеров и победителей регионального этапа конференции. В 2024 год главой республики Рашидом Темрезовым объявлен Годом молодежи. В Черкесии прошло торжественное мероприятие, целью которого является привлечение внимания к важности поддержки развития молодого поколения на территории Карачева-Черкесии. Подробности у Алибаташева. Милена Халилова уже третий месяц работает в автономной некоммерческой организации «Моя карьера». Стенд это и других организаций подведомственных Министерству молодежи Карачева-Черкесии были представлены в фойе здания Дома культуры. Участие в подобных проектах помогает молодым людям найти работу, приобрести необходимый опыт, совершенствовать свои навыки общения и взаимодействия с людьми. Год назад, в апреле, я поучаствовала в первом мероприятии от Министерства. Это было первое мое мероприятие. Это был акселератор социальных проектов. И после этого я начала активно участвовать в этих мероприятиях. И со временем я поняла, что то, что они делают, их деятельность, меня вдохновляет, нравится. Я захотела тоже таким ребятам, как я, помочь. То есть неуверенным в себе, интровертам. Я хотела помочь им раскрыться и реализовать свой потенциал. Мы хотим, чтобы у них появилось представление о том, как они могут участвовать в наших процессах, как они могут быть вовлечены, и чтобы они могли задуматься над тем, а какие шаги им надо сделать самим, чтобы уже в следующем году быть активными участниками, пользователями продуктов, которые предполагает Росмолодежь и Министерство по делам молодежи. Заместитель министра по делам молодежи Республики Расул Найманов подробно рассказал о деятельности ведомства, в частности, проектах Минмолкарьера, Минмолдоброволец и других. Призвал молодых людей от 14 до 35 лет быть социально активными, сопричастными тому, что происходит в республике и стране. Приглашенные гости, студенты, бизнесмены и другие рассказывали о своей истории успеха, призывали молодежь не тратить время напрасно и активнее проявлять себя уже в юности. Берите планку выше, дерзайте, мечтайте, у вас все получится. Сегодня мир изменился, сегодня большое ускорение. Идите в ногу со временем, и у вас все будет хорошо. Уважайте друг друга, относитесь друг к другу хорошо. Ярким украшением концертной программы стал флешмоб, организованный представителями движения «Первых». Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Путевка в веселые летние каникулы в амфитеатре Черкеска прошло открытие школьных лагерей. О том, насколько дети ждали его и какие программы для них подготовлены, расскажет Майя Хамдохова. Детский школьный лагерь – прекрасное место для детей, где есть возможность найти верных друзей, усвоить жизненные правила и получить грамоты за активное участие в мероприятиях. Все как в школе, но без оценок. Я в лагере буду отдыхать и всегда буду признавать свои ошибки, если я ее сделаю. Признавать свои ошибки в школьном возрасте – важное качество, которое научит быть лидером. Ведь школьный лагерь не только про детство, но и про взросление. Всем привет! Меня зовут Лукьянченко Вероника. Я из 11-й школы. Мне 10 лет. Вероника, скажи, тебе нравится здесь сегодня? Да, мне очень нравится. Тут весело, интересно и не скучно. Для организаторов очень важно, чтобы дети хотели возвращаться к ним снова и снова. Как ни крути, угодить детям в таком возрасте можно, если они сами этого захотят. В этом году все лагеря, школьные лагеря будут работать по программе «Орлята России». Все наверняка знают, что наши дети были посвящены и теперь работают по этой программе социальной активности. Весь год они проходили 7 треков. Сейчас они отдыхают. Программа «Орлята России» лагерная, да, Содрунство «Орлят России», она настроена на то, чтобы мы детей объединили, чтобы они стали друзьями, чтобы было больше игр, больше улыбок, развлечений. Каждый лагерь имеет свое название. Мой лагерь – это «Алые паруса». Будет работать 21 день с 1 июня по 26 июня. Привлечь их внимание концертной программой, вкусной едой и развлекательными мероприятиями придаст сплоченность, нравственные качества и решительность. Все эти качества, которые станут основой для социального развития и будущего детей. 50 жителей Карачева-Черкесии отправились совершать хадж в Саудовскую Аравию. Первую группу паломников напутствовал Кадий Карачева-Черкесии Мурадби Хаджи Лайпанов. Богослов еще раз напомнил, что хадж – один из пяти столпов ислама, представляющий собой совершение мусульманами обязательного паломничества в Мекку и Медину. Его основным событием является один из двух главных исламских праздников – Курман-Байрам – встречать на Святой Земле. Всего из нашего региона в этом году в хадж отправятся шесть групп верующих. Это более 300 мусульман, 70% паломников – республики мужчины. Вторая группа в Саудовскую Аравию отправится уже сегодня. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Галка». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»